Здравствуйте! Это передача «Африка. Второй фронт» в студии Антон Лемесев. Сегодня, как обычно, будем обсуждать наиболее актуальные новости африканского континента. 18 апреля в Тель-Авиве официально открылось посольство Малави в Израиле. На церемонии открытия присутствовали министры иностранных дел Израиля, министры иностранных дел Малави и ряд других официальных лиц. На церемонии открытия министры иностранных дел подписали договор об организованном ввозе в Израиль работников из Малави для работы в сельском хозяйстве. Первым руководителем посольства в статусе поверенного в делах назначен бывший депутат парламента Малави Дэвид Бесноватый, родившийся в Израиле в семье выживших в Холокосте евреев из Восточной Европы. О том, что связывает это небольшое государство на востоке Африки с Израилем, мы сегодня поговорим с младшим научным сотрудником имим ГИМО Майей Никольской. Здравствуйте, Майя. Здравствуйте, Антон. Что в целом можно сказать об этом небольшом государстве, которое в целом не очень часто фигурирует в новостной повестке, но вот тут вот так неожиданно всплыло в связи с конфликтом в секторе газа? Да, Антон, оно действительно небольшое и не вносит большого вклада в ВВП, что называется, не в африканский, не в общем мировой, как нам прекрасно с вами известно. Если у какого-то африканского государства нет больших запасов полезных ископаемых, то по иронии судьбы оно не попадает в мейстримные СМИ, а может быть не по иронии судьбы, потому что так устроены потоки этих самых СМИ, массовой информации. Ну, государство действительно очень маленькое и экономика в основном сельскохозяйственная, очень высокий уровень бедности традиционно, да, она не имеет выхода к морю. Я думаю, что бывшая федерация Ньясселенда и Родези, вернее, Родези Ньясселенда, да, в 1953 году она была создана англичанами, и вот два государства были объединены в одно, скорее, в общем, даже по политическим причинам, в том числе, потому что было гораздо проще всей этой территории таким образом управлять. А вообще в состав британских колоний, тогда еще на правах протектората Малави вошла в 1889 году, она называлась Ньясселенд, потому что первый объект, который был обнаружен на территории Малави, это был, да, Дэвид Ливингстон, знаменитый британский исследователь, путешественник, первый открыватель, вот он дошел в 1859 году до озера Ньясса. Сейчас это спорная территория, кстати говоря, озеро Ньясса между Танзанией, с одной стороны, и Малави, танзанец его как раз называет озеро Ньясса, а малавицы называют его Лейк Малави. Так вот, там постоянный спор по поводу того, где же должна проходить граница, он периодически то возникает, то затухает снова, в общем, это один из немногих, на самом деле, территориальных конфликтов именно на межгосударственном уровне, который сохраняется до сих пор в Африке. Так, Малави, конечно, на международном уровне, наверное, известно в первую очередь благодаря своему фестивалю Lake of Stars, он называется, да, озеро звезд, который проходит, раньше проходил с регулярностью раз в год, и это было до пандемии, да, сейчас с этим чуть-чуть посложнее, организаторы там пытаются найти средства на это. И самое интересное, что даже этот фестиваль был организован англичанину, который долгое время жил в Малави по происхождению, да, англичанину, который потом вернулся к себе на родину этническую в Великобританию и решил, как было бы здорово, вот, прорекламировать свою страну таким вот образом. Ну вот, на самом деле, да, это действительно одно из тех небольших африканских государств, которые редко попадают в сводки новостей, и, может быть, поэтому, в том числе, в этом его проблема, да, что он недостаточно себя пиарит на мировой арене, и поэтому привлекает очень мало инвестиций. Поэтому Малави в очень значительной степени всегда зависело от Великобритании, от донорской помощи. Очень много есть в Малави, на самом деле, метисов, которые произошли от смешанных браков британцев и местных жителей. Многие из них уехали жить в Великобританию, и один из существенных источников дохода, такие для малавийских, простите, домохозяйств, составляют переводы как раз-таки от тех людей, от членов семей, которые вот уехали жить в какие-то другие страны. Ну вот, что касается Израиля, да, тут такая, в общем, история, действительно, которая уходит своими корнями во Вторую мировую войну. Вы уже сказали обесновать, это такой выдающийся тоже представитель еврейской диаспоры, потому что, иудейская, да, еврейская и иудейская одновременно, потому что в период Холокоста очень многие еврейские семьи уезжали, да, естественно, по всему миру, и часть из них осела в Малави. По разным подсчетам это было где-то около 60 семей, в основном это были польские евреи. И кто-то из них вернулся потом на родину впоследствии, да, кто-то уехал в Израиль. И осталось, вот к моменту обретения независимости, к началу 60-х годов проживало всего несколько там, буквально пара десятков человек. Но тем не менее, все-таки вот эта еврейская диаспора, она смогла войти в историю в Малави. Вот есть такой достаточно, помимо Бесновати, который сам по себе тоже очень интересный такой персонаж, который, кстати говоря, до его нынешнего назначения, он в 2014 году был избран в парламент Малави. Он бизнесмен, да, по образованию он инженер-механик. И такая, в общем, тоже очень яркая фигура. Это, естественно, первый вопрос, который у нас возникает, каким образом человек с другим цветом кожи, казалось бы, с другим фенотипом попал в Малавийский парламент. Ну вот дело в том, что вот, да, именно как раз из-за связей традиционных, из-за того, что в Малавии очень ценится то, что вот эти крупные бизнесмены, в том числе еврейского происхождения, что они делают для экономики страны, он получил, в общем, очень широкую поддержку. А до этого был еще такой очень известный Рой Веленский. Он тоже польский еврей по происхождению. Так вот, он был вторым и последним, собственно, премьер-министром вот этого объединенного государства, Федерации Родессии и Ньясалэнда. Так что можно сказать, что история связи, такого взаимопроникновения у малавийцев и у именно евреев, да, я подчеркиваю, что это не израильсяне изначально, а именно евреи этнически, она достаточно долгая. И вообще, если малавийцев поспрашивать, они скажут, что в целом они очень хорошо относятся к евреям. Поэтому здесь эта вот политическая, наверное, история и экономическая, да, в контексте того, о чем мы сегодня будем говорить, она замешана все-таки на культурных кодах в значительной степени. Майя, вот, по-моему, несколько лет шли обсуждения о том, что малавийцев собирается открыть посольство в Израиле. Изначально даже Иерусалим фигурировал, но, понятное дело, далеко не все страны стремятся именно в этом городе открыть свое диппредставительство. Тем не менее, малавийцев сейчас открывает посольство в Тель-Авиве. Также между странами достигнуто соглашение о том, что африканские рабочие будут приезжать в Израиль на сельхозработы. Вот о чем это говорит, и почему Израиль нуждается в рабочей силе, в силе из такой вот небольшой страны? Ну, начнем, наверное, с последнего вашего вопроса. Дело в том, что Израиль, наверное, нуждается в рабочей силе не конкретно из Малавии, а, в принципе, это связано вот с недавними, особенно, да, в контексте недавних событий, печальных, связанных с войной, с обострением, эскалацией конфликта в секторе газа. Дело в том, что в какой-то момент был введен запрет на проживание вот этой части, вот палестинцев, которые изначально из сектора газа, на проживание их на территории Израиля, а это где-то примерно около 20 тысяч человек по разным подсчетам. И все эти палестинцы были вынуждены вернуться в сектор газа, как бы к себе на историческую родину. И большая часть из этих людей работала на фермах, то есть это были сельскохозяйственные рабочие. И как бы возник объективный дефицит рабочей силы, которая Израиль, страна, которая находится в окружении арабских государств, не всегда далеко дружится по отношению к нему настроенных и просто восполнять неоткуда. И вот пошла, значит, такая идея, начала реализовываться, что нужно это сделать за счет какого-то дружечно настроенного африканского государства. Ну вот и мы видим, что Малавия уже, да, поскольку Малавия это государство небогатое совсем, как мы уже говорили, они уже получили транш, как они сами сообщают, в размере 735 тысяч долларов. Поэтому вполне возможно, что общее число вот этих вот мигрантов трудовых, да, оно будет доведено в какой-то момент до 5 тысяч, как африканские аналитики пишут. И в целом мы видим, что есть такой некий тренд на то, чтобы решать какие-то проблемы рынка труда, своей социально-экономической ситуации за счет перемещения трансграничного, только теперь уже перемещения людей, да, то есть если раньше это делалось, мы видели в очень многих государствах на национальном уровне, там тот же самый Джулиус Нире в Танзании перемешивал, да, вот эта знаменитая политика его переселения народов, когда люди, ну, что называется, по распределению из одной народности, которая находилась, условно говоря, на севере страны, ехали работать на юг или на побережье. Так вот, сейчас мы видим, как экономические проблемы решаются на международном уровне с помощью такой международной миграции. Вот совсем недавно мы обсуждали закон о беженцах, о их экстернализации из Великобритании в Руанду, и это тоже поможет Руанде закрыть какие-то вопросы с ее собственной рабочей силой, да, потому что, ну, понятно, что стоимость услуг этих беженцев, да, стоимость их труда, она будет гораздо ниже, чем самих руандийцев. И здесь вот мы наблюдаем ровно такую же картину. Вместе с тем большой вопрос, понимает ли до конца, осознает ли до конца малавийское правительство, все-таки я здесь буду рассуждать с точки зрения такой либеральной парадигмы, именно как либеральный, в смысле либерализма в международных отношениях, да, все-таки к вопросу ценности человеческой жизни, потому что отправлять своих людей, своих граждан в регион конфликта, где все еще очень далеко от того, чтобы как-то затихнуть, и да, это вообще очень для меня, например, это очень сомнительный вопрос, и я уверена, что не только для меня, потому что ряд малавийских оппозиционеров уже начали об этом говорить публично. Да, как раз хотелось бы узнать. Малавия, понятное дело, имеет какую-то экономическую выгоду в этом соглашении. А что мы можем говорить о политической плоскости? В целом это государство, оно держит нейтралитет, или выказывает явную поддержку Израиля в палестинском вопросе. Что можно об этом сказать? И как сами соседи тоже настроены к такому партнеру по региону, который вступает в отношения с Израилем, в отношения к которому в Африке очень неоднозначные сейчас настроения? Настроения действительно неоднозначные, и были, и есть, и, наверное, будут. Но вообще, в принципе, это свидетельствует о том, что мы вот еще раз видим очередной случай, когда Израиль, что называется, на мягких лапах, вот это его очень тихая, очень мягкая, очень вежливая стратегия налаживания контактов с самыми неочевидными контрагентами в Африке, как она дает, в общем-то, свои очень такие интересные плоды. То же самое мы видели, ну, немножко в другом, естественно, контексте, но все равно с точки зрения Феликса Чесикеди, например, в Демократической Республике Конго, который уже очень положительно смотрит на развитие отношений своей страны с Израилем. Дело в том, что не будем забывать, что главная религия, что называется религия, в кавычках, главный компас и ориентир для большинства африканских стран – это вопрос развития. И когда речь заходит о таких важнейших моментах, как, например, здравоохранение, как образование, а вы страна на месте Малави, которая мало что может предложить инвестору, и в том числе просто у нее узнаваемость очень низкая, что называется, на международном рынке с точки зрения ее собственного маркетинга, то вы будете готовы работать очень много с кем, что называется. И в том числе, конечно, в том числе с израильтянами, потому что отношения не прервались никогда между Малавией и Израилем, и даже во время Гастингса Баранда, вот такого авторитарного очень правления, именно этого лидера Малавийского. Израиль, собственно, был одним из трех государств, которые поддерживали Малавии. Конечно, можно ожидать, что Израиль, наверное, будет продавливать как-то более радикальную позицию со стороны африканских стран по палестино-израильскому вопросу. Но пока мы этого не видим, естественно, потому что все-таки солидарность с палестинским народом – это то, что характеризует позиции большинства африканских стран, потому что в их представлении это все-таки единый глобальный юг, некое единое сообщество стран, которые страдают от колониализма, от неоколониализма, от новых форм угнетения. И, конечно, оккупация Израилем сектора газа, она в первую очередь рассматривается именно с этой точки зрения. Спасибо большое. Я напомню нашим зрителям, что мы обсуждали взаимоотношения небольшого африканского государства Малави с Израилем. И гостем нашей программы сегодня была младшая научная сотрудника МИМГИМО Майя Никольская. Спасибо большое вам за ваш комментарий и всего доброго. Спасибо, Антон. До свидания. Переходим к следующим темам. На Кению обрушилась стихия. В результате наводнений, оползней и заливней по всей стране с марта погиб 181 человек. А сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома, сообщили в среду в правительстве и Красном Кресте. Десятки человек погибли из-за непогоды в соседних Танзании и Бурунде. Проливные дожди и наводнения разрушили дома, дороги, мосты и другую инфраструктуру по всему региону. Число погибших в Кении уже превышает число погибших в результате наводнений, которые были вызваны погодным явлением Эль-Ниньо в конце прошлого года, когда проливные дожди последовали за самой сильной засухой на значительной территории Восточной Африки. В Кентегеле, в 33 километрах от Найроби, работники Кенийского Красного Креста помогали спасать жителей, чьи дома были затоплены паводками водами, а родственники голыми руками пытаются достать из-под завалов уцелевших и тела погибших людей. Президент ЮАР Сирил Ромофоса выступил на первомайском митинге партии Африканского национального конгресса в Кейптауне. Он пообещал, что партия по-прежнему привержена улучшению жизни рабочих и обеспечению свободы в единой нации. В то время как Южная Африка отмечает 30-летие демократии, она готовится также к всеобщим выборам, которые намечены на 8 мая. И на них правящая АНК сталкивается с уменьшением поддержки на фоне экономической стагнации и коррупционных скандалов, которые запятнали имидж партии. Ромофоса призвал к победе АНК на выборах, несмотря на то, что многие обвиняют правящую партию в невыполнении обещаний перед народом. Если АНК набирает менее 50% голосов 8 мая, то партии придется искать партнеров по коалиции для управления страной, включая потенциального ближайшего соперника. Это демократический альянс. Силу Ромофоса также подчеркнул давнюю поддержку Южной Африки и палестинского народа на фоне продолжающегося конфликта в секторе Газа, напомнив о четкой позиции бывшего президента Нельсона Манделы по этому вопросу. Тем временем тунисские рабочие и члены всеобщего профсоюза Туниса вышли на улицы страны 1 мая, чтобы отметить день трудящихся и выразить поддержку палестинцам в секторе Газа. Протестующие размахивали палестинским флагом и скандировали лозунги, собравшись перед штаб-квартирой всеобщего профсоюза Туниса в столице. Далее цитата. День труда в этом году залит кровью тысяч палестинских детей, женщин, стариков и мирных жителей. Он утопает в ранах десятков тысяч тех, на кого обрушилась сионистская военная машина, заявил секретарь организации. По данным Орграфа здравоохранения, анклава в секторе Газа во время наступления Израиля погибли уже более 34 тысяч человек, а эти события вызвали множественные выступления и митинги, в частности, в арабских странах Африки. Стало известно, что США ведут переговоры об открытии военной базы в Код-де-Вуаре, после того, как стало известно, что они выведут свой контингент из Нигера. В Код-де-Вуаре США хотят разместить беспилотники и военный контингент. А более подробно о планах Вашингтона рассказал региональный обозреватель СБС Сергей Елединов. Актуальности континента. 25 апреля пресс-секретарь Пентагона генерал Патрик Райдер отметил, что часть американских войск переместится из республики Чад в Германию на базу африканского командования вооруженных сил Африком в Рамштайн. Речь идет о приблизительно 75 военнослужащих элитных подразделениях сил специальных операций вооруженных сил США. А 29 и 30 апреля двумя транспортными самолетами весь контингент был перебазирован. В стране остаются отдельные подразделения, небольшие подразделения, включая два легких разведывательных самолетов. Генерал Райдер подчеркнул, что это временный шаг в рамках ведущихся переговоров о переформатировании двустороннего военно-технического сотрудничества. Напомню, что ранее Соединенные Штаты Америки согласились вывести свой военный контингент из другой западноафриканской страны республики Нигир, который насчитывал более тысячи специалистов. Потеря баз в Нигерии усложняет способность Пентагона достигать целей безопасности в регионе, заметил высокопоставленный офицер армии США. В настоящее время Соединенные Штаты Америки сконцентрировали свои усилия на республике Код-де-Вуа. 28 и 29 апреля страну посетил глава Африком генерал Майкл Энгли с целью убедить руководство страны в необходимости открытия военной базы, где также будут размещать и испытывать беспилотные летательные аппараты. Прошел ряд встреч на высшем уровне, включая президента со стороны Алла Сана Ватару, министра безопасности Вагонда Джаманды и главнокомандующего армии Лосины Думбуя. По предварительным данным, власти Код-де-Вуара поддерживают этот проект. Также в конце визита было объявлено, что в 2024 году Африком выделит более 65 миллионов долларов, что превышает обещанное ранее Энтони Блинкеном 45 миллионов. Данное событие подтверждает предположение о том, что провал французской политики в регионе, включающий в себя военно-техническое сотрудничество и взаимодействие по линии специальных служб, вызвал эффект домино, потянув за собой аналогичное соглашение ряда стран НАТО, включая и Соединенные Штаты Америки. Что ж, на сегодня это все. С вами была программа «Африка. Второй фронт». Оставайтесь на CBC. Субтитры создавал DimaTorzok